Давайте сдавать еженедельник для тех, кому еще смешно. Вот я обратился к такому более серьезному, более широкому жанру сатирический роман. Я в двух словах, буквально в двух словах расскажу вам его сюжет. В двух предложениях. Герой этого романа 35-36-летний иерусалимский гид. Обычный экскурсовод. У него все проблемы, точно такие же проблемы, как и у других людей. У него девушка от него любимая уходит, она ему только вот вчера это объявила. И у него на попечение 85-летний дедушка, ветеран такой, который очень-очень все всерьез воспринимает. И очень воинственный, и очень правильный человек. У него завтра должен приехать турист, какой-то такой российский турист, которому нельзя сказать. А у него еще там проверка какая-то по поводу, медицинская проверка по поводу онкологии. Вот приезжает этот турист, он его берет, он идет с ним по старому городу Иерусалим. Он доходит с ним до стены плача. А надо сказать, накануне, за день до этого, в Иерусалиме скончался пожилой каббалист, известный там 98-летний каббалист, каббалист, мудрец, крупный авторитет, который перед смертью сказал, что ему известно имя Мессии. И время его прихода. Помните, даже было однажды такое происшествие было в Израиле. И вот в это время наш герой старается как можно быстрее пройти по старому городу, потому что сейчас к стене плача придут сотни тысяч верующих молиться за упокой души этого каббалиста. Он приходит со своим туристом, и с его любовницей 19-летней. И он приходит к стене плача, навстречу ему идет сын этого каббалиста, тоже 80-летний старичок, и говорит, как вас зовут? Искурсовод говорит, как его зовут, и вдруг выясняется, что это он. И время, точное время, когда он должен прийти к стене плача, каббалист сказал перед смертью. Ну и тут начинается такое, о чем вы знаете, когда выйдет книга, она выйдет, надеюсь, в октябре, в конце октября этого года. Роман называется «Пророков 48». Это адрес, по которому живет мой герой, в Иерусалиме есть улица Навиим, Пророков. Вот там он снимает квартиру, и там все это происходит. Я прочитаю несколько коротеньких глав, вообще он такой роман, написан очень маленькими главами. У нас есть еще же время, да, как раз есть немножко времени. Вот одна из глав называется «Скопатель обезвредить». Когда вот как раз герой просыпается и должен идти со своим новым русским туристом, должен идти в старый город. Дедушка, которому вчера было поручено прополоть цветы, уже копался в саду. Он всю жизнь вставал чуть света, опасаясь, что план будет выполнен и перевыполнен без него. А после 80-ти это свойство достигло апогея, он просто перестал ложиться. Судя по состоянию поля боя, открывавшемуся из окна наступательная операция продолжалась уже несколько часов. В 1945 году дедушке под командованием маршала Жукова довелось взять Берлин. Это приобретение произвело на него такое сильное впечатление, что в течение шести последующих десятилетий практически любое действие готовилось и осуществлялось в соответствии с Жуковской стратегией. Штурмовать и взять любой ценой, не считая потерь и не жалея боеприпасов. К 1 мая или какой-нибудь другой дате заменяющие скучное понятие «дэдлайн». Сначала проводилась глубокая разведка, затем артподготовка. Когда же враг был уже деморализован, хотя еще и сопротивлялся, дедушка шел в атаку. Поскольку задание должно быть выполнено любой ценой, то чем выше была цена, тем значительнее считалась победа. Примерно тем же подходом руководствуются новые русские туристы, штурмующие сегодня самые укрепленные высоты торгово-развлекательного гения. Видимо, у них это от дедушек, бравших вместе с моим Берлином. Рокфеллер никогда не даст 500 долларов на чай бармену, чтобы не выглядеть новым русским. А новый русский даст, чтобы выглядеть Рокфеллером, который, по его мнению, именно так и выглядит. По завершении атаки следовала самая приятная часть операции. Попирая ногой развалий, надо было доложить командующему о полной и безоговорочной победе над врагом. Если врага не было, его нужно было придумать. С развалинами, как правило, проблем не возникало. После боя вокруг дедушки всегда оставались останки, свидетельствующие о тяжелой и неравной битве с предвосходящими силами противника. А вот от доклада недобросовестные командующие в последнее время уклоняются. Зафиксировав движение в доме, дедушка прислонил лопату к забору и, не спеша, чтобы не спугнуть потенциального слушателя, стал продвигаться в мою сторону. «Чай или кофе?» — спросил я дедушку. «Я могу бить все, что угодно», — заявил он интонации, сохранившейся с тех пор, как его, батальонного разведчика, взяли в плен фашисты и допрашивали с предстрастием. С годами продолжительность и изощренность пыток возрастала, как и количество фашистов, перебитых дедушкой при побеге из плена. Но в последнее время часть фашистов воскресла и была доставлена дедушкой в штаб в качестве языков. За это маршал Жуков, специально по такому случаю прилетевший на фронт, хотел вручить ему звезду героя, но штабные трусы-антисемиты тайком от маршала вычеркнули дедушку из наградного списка. Эту историю я знал из предыдущих серий и попытался уйти от нее в тему пайка. «Так чай или копья?» «Что да, что и буду». «Хорошо, тогда чай. Я могу вообще не пить. На фронте я неделями не ел и не пил», — не издавался дедушка. «Когда маршал Жуков приехал к нам на передовую, сахара сколько? Я не избалованный. Две ложки. Клади сколько хочешь». Он собрал у себя всех генералов и показал на меня и сказал, «Вот этот солдат...» Видимо, я еще некоторое время не узнаю, что сказал маршал Жуков генералу про дедушку, но надеюсь, что до следующего раза маршал ничего не забудет, а может быть даже вспомнит что-нибудь новое, скрытое от истории штабными трусами-антисемиты. «Надо бежать. Друг не дремлет. Через 15 минут будет стоять в лобби и смотреть на свой ролик. Интересно, что он видит на циферплате, время или сумму? Интересно вообще, что он видит».